То есть, смотрите, да, Сергей сказал, что тревожность – это внутреннее напряжение человека, когда есть какие-то внутренние, скажем так, переживания, да, то есть самое первое – это что? Это страх неизвестности. Что будет? Что будет? Страх – это чувство, которое нам говорит о том, что нам угрожает какая-то опасность и что мы находимся подвержены какому-то влиянию, да, и это чувство возникает у нас тогда, когда нам нужно восстановить эту безопасность, да, то есть любое чувство у нас возникает с позитивной целью для того, чтобы мы поменяли эту ситуацию, из-за которой она возникает. То есть, смотрите, да, есть угрозы реальные, есть угрозы вымышленные, да, но в текущем моменте мы сталкиваемся с реальной угрозой, потому что, ну, скажем так, не то, что реальной, да, то есть да, она действительно происходит, но если, скажем так, вокруг спокойное мирное небо, то когда включается вот эта психотравма, вот этот триггер, то у нас начинается неадекватная реакция, да, то есть если вокруг тебя не летит бомба, а ты боишься, что ты умрешь, это уже патологическое состояние, которое говорит о том, что что-то с этим нужно делать, да, и я как эксперт, который работает с паническими атаками, понимаю, откуда они возникают, да, то есть это когда много страхов, страх неизвестности, страх там, что умру, не будет денег, страх, что будет нечего кушать, страх того, что там близкий, да, останусь одна, умру и так далее. И вот эти все страхи, когда они копятся бессознательно, да, включается механизм и происходят вот эти панические атаки и так далее, да. Так, у нас Сережа присоединился, все, тебя слышно, тебе разумительно, прям вообще. Да, 2, 3, 4, 5, есть? Все, отлично слышно, да. Все, отлично, отлично, ну все. Вот, и я продолжаю рассказывать, да, о том, что страхи, когда копятся, да, бывают реальные страхи, когда угрожает опасность, бывают, скажем так, надуманные страхи, да, что, ну там, доллар поднялся, например, да, и сразу страх, что там не будет денег, не смогу купить еду. И в конечном итоге там включается страх смерти, то есть вот эта психотравма, она запускает страх смерти, и у человека на курс доллара реакция так, как будто бы у него реально нечего хуже. Да, да, да. Да, вплоть до того, что какой-то разрушенный мир, как в фильмах ужасов, и люди сражаются буквально за эти консервы, которые в разбитых магазинах, за глоток еды, да, вот такая внутренняя реальность, вот до этого. Хотя ее еще нет, да, и надеемся, что никогда не будет, но маленькое событие вовне вызывает вот этот каскад представлений, который основан на прежних каких-то драматических переживаниях, и вот оно закрутилось, да. Сереж, ты еще вот под запись, да, у тебя там звук не очень был, ты можешь кратко повторить то, что ты сказал до того, как я стал выступать, потому что я там что-то услышал про тревожность и что-то накидал, да, но структура немножко нарушилась, поэтому лучше нам чуть-чуть вернуться, да, и уже с хорошим качеством все это повторить, чтобы каждый понял, услышал, да. Да, 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 мы говорили о том, что сейчас обострилась тревога у тех, у кого она и так изначально была высокой, даже у тех, у кого она не была высокой, и особенно сильно она обострилась у тех, у кого есть психотравма, это видно и по обращениям, и по работе с текущими клиентами. То есть внешние события вызывают внутренний отклик, и вот дальше, в зависимости от того, какой отклик мы получили, как мы с ним обходимся, что там, какой у нас мыслительный процесс есть, мы получаем то или иное состояние, ну, соответственно, поведение. Да, и Павел, видимо, только что говорил про психотравмы, которые являются той базой, на которой тревога произрастает пышным цветом. Что бы ни случилось, все сразу туда, и ужас, ужас, ужас. Да, то есть какой вообще механизм развития психотравмы, да, в двух словах? Это когда-то раньше, часто, когда ты грудничок, там, когда тебе до шести лет, скажем так, от того и до шести месяцев возникает какое-то событие, которое твоим бессознательным воспринимается как угроза для твоей жизни. И в этот момент бессознательное для себя помечает свою галочку, что вот при таких событиях включается какая-то реакция. То есть какая бывает реакция? Человек либо замирает, либо он убегает, либо он притворяется там, что его нету, либо он нападает, ну, и еще там что-то бывает, но это уже такие частные случаи, и они уже возникают в более позднем возрасте, не в шесть лет, да. И после этого, когда возникает какое-то событие, например, там, не знаю, три годика, да, возникает что-то похожее. Например, там, мальчику говорят в садике, да, что у тебя там болит живот, может быть, у тебя там, не знаю, аппендицит, да. То есть у него возникает мысль о том, что он нездоров, да. И в этот момент, вот эта психотравма, которая у него записана в возрасте до шести лет, допустим, да, она обостряется, то есть возникает триггер, и вот это состояние самое первое, да, оно подтягивается и разворачивается в этом возрасте, да. И после этого оно может повторяться через какое-то время, а потом еще, потом еще, потом еще, да. И вот сидишь ты в 30 лет, у тебя там поднялось давление, да, и ты думаешь, что ты сейчас умрешь, вот. А объективно с тобой все нормально, ты чуть-чуть там стрессанул и устал, да. И вот таким вот образом психотравмы у нас возникают, появляется ядро, да, закрепляются там в каком-то более позднем возрасте, да. И уже после этого всю нашу жизнь они нас преследуют, вот, и мешают нам жить, потому что психика таким образом работает, что она будет всегда избегать дискомфортных чувств и всегда стремиться к удовольствию. Соответственно, если у человека есть какой-то там опыт, что если он там, не знаю, поднялся пешком, у него там закололо сердце, он подумает, что он умрет, да, то он вряд ли будет заниматься спортом, да, он вряд ли будет там куда-то идти, потому что у него будет страх и тревога за свое здоровье. Поэтому, ну, это как один из частных случаев, один из примеров, да, каким образом возникает психотравма, как она развивается и на что она влияет впоследствии именно в качестве жизни. Сережа, что можешь добавить здесь? Да, да, тут есть такой интересный момент, что, во-первых, о том, что есть психотравма, мы можем судить по неадекватности и текущей реакции. Что вроде бы человек так и говорит, что я понимаю, что все в порядке, но я не могу понять, откуда этот ужас, прям панический ужас, и что хочется убежать, да, мне прям страшно. Вот, это раз. А происходит то, что человек буквально регрессирует, то есть возвращается к тому прошлому состоянию, когда он был совсем маленький, когда ресурсов не было. И вот в тот момент это действительно было очень страшно. И в тот момент интеллект еще не мог это все обработать, и поэтому это событие было чрезмерным. То, на что мы в работе с клиентами, конечно, потом смотрим взрослыми глазами, чтобы это восприятие изменить, переработать. Но, если оно не переработано, первый маркер, сильная реакция, неадекватно, неадекватно сильная. И психотравма всегда стремится себя, с одной стороны, воспроизвести, с другой стороны, как-то завершить, потому что, ну, любое чувство не длится долго. И в природе устроено так, что если мы что-то переживаем, переживание достигает пика, потом интенсивность переживания уходит, мы как бы тратим эту энергию. Но в нашем мире, когда этой энергией невозможно часто физически отреагировать, происходит то, что человек идет, там, ужас, ужас, ужас. Человек всеми силами хочет этого избежать. И он начинает отвлекаться. Он начинает настраивать свою жизнь так, чтобы с этим ужасом не сталкиваться. И как только возникает тревожная ситуация, идет всевозможное избегание. И поэтому психотравма, ну, скажем так, то событие, которое можно было бы один раз допережить, как следует вытрясти весь этот страх, этого никогда не происходит. И оно длится вновь, вновь, вновь и вновь. То есть там одновременно есть две тенденции. И пройти это до конца, но с другой стороны и убежать оттуда. Поэтому эта ситуация длится. А еще хуже, когда есть чувства, которые мы не хотим признавать. Чувства, переживания, потому что что-то у нас из семейной истории задано. Вот так нельзя, это чувствовать нельзя. Например, нельзя бояться. Вот у меня бывают консультации, когда люди с какими-то тревожно-фабическими расстройствами. Мы работаем и возникает блок. А я не могу погрузиться в страх, чтобы пережить. Почему? Потому что нельзя было бояться. В детстве мама, папа, бабушка, кто угодно, говорят, что ты не должна или ты не должна бояться. Таким образом, человек, отвергая вот это переживание, делает его тем самым парадоксальным образом сильным. Вот такие парадоксы. Да, но, естественно, мы сегодня на этом эфире не сможем, и у нас даже цели такой нет, пропустить все психотравмы. Но что-то, чтобы немножко понизить энергию с переживанием, чтобы урегулировать состояние, мы искали. Павел, есть у тебя что добавить сейчас? Да, вот ты затронул такую тему, да, что человек подавляет свои чувства. То есть основные какие механизмы подавления чувств, то есть это именно когда человек переключается, да, не хочет их чувствовать, да. Вот, либо там отвлечение какое-то, да, то есть, например, там из серии «Первое время чумы», да, вот. То есть когда мы пытаемся, да, уходить в другие реальности, в какие-то не замечать ситуации, вместо того, чтобы решать, потому что любое чувство, любой стресс. И вот хочется параллельно начать отвечать на вопросы, которые нам задавали к этому эфиру, да, вот. Был такой вопрос, что вот делать, когда, ну, как снизить зависимость своего состояния от внешних факторов? То есть, в принципе, это об этом же, да, что если твое состояние, да, зависит от внешних факторов, значит, внешние факторы говорят тебе о том, что ты имеешь какие-то, скажем так, ну, непроработанные ситуации, да, например, там, какие у нас базовые, это потребность в безопасности, потребность в одобрении, да, скажем, в твоем окружении тебя, то есть, когда ты с близкими, когда ты в безопасности, когда ты чувствуешь, что все хорошо, вот, то тогда и нет тревоги, да, когда ты там оказался один, когда непонятно, где твои близкие, непонятно, что с ними происходит, да, то есть, тогда, естественно, уровень тревоги падает. И любые вот эти факторы, связанные с деньгами, с питанием, с какой-то военной угрозой, это напрямую как раз бьет по инстинкту самовыживания, по страху смерти, да, по страху остаться в живых, вот, и поэтому вот эти все стрессовые факторы, вот, следующий вопрос, да, вот, что человек спит мало, 2-3 часа. Да, естественно, да, организм видит угрозу как раз, ему нужно спастись, ему нужно выжить, да, либо вот тут писала девочка, что у нее, наоборот, появилась энергия, она там фикачит, хочет достигать, да, то есть, происходит стресс, сжимание, да, мобилизация всего организма, опять же, для чего? Для того, чтобы вывести себя в какой-то вектор, где ты окажешься в безопасности, вот, то есть, это именно психологически правильная схема, да, как работать со стрессом, да, то есть, направлять его в ту сторону, в которую нужно направить, да, но, опять же, если есть какой-то эмоциональный мусор, да, как я его называю, вот эти все психотравмы, всякие вот эти глюки, да, и так далее, то этот стресс будет сложно вообще даже, там, осознать, например, да, либо сложно будет начать что-то делать, да, потому что будет куча вот этих вещей, о которых Сережа говорил, да, то есть, повышенной вот этой тревожности, и человек вместо того, чтобы начать что-то делать для выхода в другую ситуацию безопасную, да, он может, там, истерить целыми днями, да, там, бухать начать, там, и, в общем, я не знаю, кто что может, да, но, по крайней мере, разные бывают ситуации, либо, вот, кстати, избегание, самое простое, да, все нормально, ничего не происходит, все хорошо, вот, кстати, избегание, это же тоже, да, непринятие ситуации, поэтому, в первую очередь, я считаю, что нужно осознать вообще, ну, почему я тревожусь, какие у меня есть страхи, да, один из них мы сегодня уберем, вот, и после этого нужно будет составить себе план, какие реальные действия в реальном мире приведут к тому, чтобы решить ту или иную ситуацию, да, и таким образом мы из нормального состояния, ну, вот, нормального в рамках стресса, да, потому что есть что-то понять, как эо-стресс, да, то есть, позитивный стресс, то есть, без этого стресса ничего, никакого развития не происходит, да, на этом построен спорт, там, все тренировки, создание любого навыка, да, то есть, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается, потом ты это делаешь, у тебя там получается и так далее, здесь так же, да, да, будет нелегко, да, да, придется там что-то делать, что-то менять, да, будет все не так, да, будет страх того, что, ну, это же первая реакция, там, все как раньше уже не будет, да, то есть, выход из зоны комфорта, да, когда человек понимает, что, там, а где теперь, ну, не знаю, там, работал на Макдональдсе, его там сейчас уволили, ну, там, условно говоря, да, соответственно, грубо говоря, страх, там, что денег не будет, да, плюс еще, там, непонятно, что, война, не война, плюс, там, родители, там, на Украине, ну, условно говоря, и вот эти вот стрессы, да, вот эти все страхи, они включают непродуктивное состояние, и самое первое, это нужно убрать все вот эти эмоциональные привязки, вот, и после этого уже действовать для решения вопроса, да, который будет заключаться в том, чтобы делать реальные действия для того, чтобы, там, достигать вот этого безопасности, скажем так, ну, то есть, там, переехать, там, найти источник дохода или еще что-то, да, ну, пока ты в плохом состоянии, это сложно делать, и наша задача сказать, что все хорошо, мы вас понимаем, мы вам поможем определить то, что с вами происходит на самом деле, да, дадим практики, дадим инструменты, и уже с ними вы будете идти в другом состоянии, и все будет не так страшно, как кажется, но легко не будет, как бы врать не будем. Давай я сразу добавлю, раз мы начали говорить про действия, про действия, опять же, вот те изменения, особенно неожиданные, не запланированные, это потенциально всегда угроза для нас, угроза и стресс, поэтому очень важно в текущей ситуации не добавлять себе стресса никакого, обязательно должен быть, ну, какой-то островок, не знаю, стабильности, что-то, на что мы можем опереться хоть как-то, поэтому иногда бывают попытки, а, там, можно не делать уборку теперь, пусть будет грязно, мне не важно, или нарушается режим сна, режим бодрствования, человек начинает употреблять алкогольные напитки, так как это не свойственно в обычной жизни, здесь важно сохранить какую-то рутину обычную, то есть точно так же то, что можно делать, делать, поддерживать порядок, ставить те вещи на их места, то есть какой-то островок спокойствия, который является одной из точек опор, если мы это тоже забрасываем, тогда вообще опереться не на что, то есть и так хватит внешних событий, которые являются источником угрозы, не надо еще добавлять вот этот момент, что привычный мир рушится вообще, и микромир тоже рушится, особенно это плохо для детей, то есть для них очень важно, для маленьких детей, чтобы была какая-то ритуальность, да и для взрослых тоже, что ты продолжаешь ходить в школу, ты продолжаешь учиться, ты продолжаешь нам помогать, ну, так как это встроено в наши семейные правила, то есть рутина, та рутина, которой вы можете управлять, она должна быть сохранена, насколько это возможно, потому что это одна из точек опоры, и по крайней мере, это не увеличение стресса, вот это простые практические действия сразу, которые можно и нужно делать, это раз. Есть что добавить? Один из вопросов, да, что сейчас понятно, что делать, да, там вот пишут, что ощущение, наверное, так, ничего не хочется, ноль вдохновения и нет внутреннего ресурса, да. Скорее всего, это не совсем связано с тем, что сейчас происходит, это было и до этого, просто сейчас оно усилилось, тут напрямую как бы видно, что, ну, были какие-то внутренние конфликты, да, и возникла ситуация, в которой они сильно обострились, вот. То, что касается ответа на этот вопрос, да, следующий тут вопрос. Плюм по 2-4 часа, с 3 ночи полная боевая готовность, да. Ну, здесь уже, не знаю, там, Серёжа, но лично моя рекомендация, это в первую очередь посмотреть на вот как раз вот эти все внешние факторы, да, избавиться от эмоционального мусора и плюс помочь себе именно какими-то веществами, которые помогают улучшить состояние нервной системы, да, то есть это такие препараты, как гамма-аминомасляная кислота, да, это мелатонин, это всякие настойки трав, успокаивающие валерьянки, да, потому что вот психика так устроена, что есть два процесса, есть торможение, есть возбуждение, да, сейчас из-за стресса, скажем так, процессы возбуждения превалируют над торможениями, да, потому что стресс же паника, да, поэтому организму нужно помочь, потому что у каждого человека именно нейромедиаторная система устроена по-разному, да, то есть есть разные типы, вот, вот, например, я проходил тест американский, у меня как раз недостаток вот этой гамма-аминомасляной кислоты, да, и лично я принимаю вот эти все добавки, о которых я говорю, да, и это мне помогает лучше отдыхать, лучше себя чувствовать и действовать. Вот, как бы, я считаю, что нужно помогать себе с помощью окружения, да, то есть ставить себя в то окружение, в котором будет легче действовать, да, плюс помогать себе через голову, да, и к специалистам ходить, и плюс с помощью каких-то препаратов, да, которые имеют доказанную эффективность, можно контролировать свое состояние. Все, за все то, что работает, за то, что научно доказано, да, и можно просто замерить, да, и увидеть, что это работает. Угу. То есть множественные точки опоры, опора для биохимии, опора, допустим, для тела на макроуровне, семейная опора, да. Что еще я хочу добавить про бессонницу, про бессонницу. Такой момент. В бессоннице часто участвует вот эта тревога, о которой мы сегодня идем в речь. Если тревога мешает спать, человек просыпается рано и больше не спит, один из вариантов это рассматривать вот это освободившееся время, как время для чего-то полезного. Ну, раз вы не спите, не надо стараться себя опять уложить спать, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Можно взять такую стратегию, что если я 15 минут не засыпаю, то я встаю и начинаю делать какие-то полезные дела. И может быть не самые приятные. Для кого-то это погладить постельное белье, для кого-то, может быть, пол помыть или посуду, может быть, разобрать книги, которые давно надо разобрать. Вот что-то такое, что я тогда тревогу направляю на полезное, а, и два, я двигаюсь, то есть я эти, этот импульс, вот эту, кажется, возросшую энергию, я направляю в тело, я ее пережигаю. И очень быстро бессонница, когда она в таких случаях, заканчивается. Вот то, что касается бессонницы. Ну что, идем дальше? Ты еще такую тему поднял интересную, да, вот по поводу семейной опоры, да. Это очень круто просто, там, не знаю, поговорить с близкими, встретиться, там, пообниматься, да, то есть увеличивается арктитоцин в крови, меняется состояние, да, поговорить, там, с мамой, поговорить с близкими какими-то людьми, там, с сестрой, с братом, с любимым человеком, да, пообниматься, это тоже все работает. Да, только важно здесь поговорить о чем-то хорошем, потому что, если вы будете говорить о тревоге, это работает по механизму такому, что я тебе говорю о том, что меня беспокоит, это означает, что я не могу сам с этим справиться. И когда другой человек реагирует на это, ну, реакция бывает разная, типа, ой, это уже надоело, или, да что-то, ты еще мало тревожишься, на самом деле это еще ужаснее, чем ты думаешь. То есть, вот эта вот реакция, она часто служит не облегчением, а она усиливает тревогу. Поэтому здесь важно дозировать, или контролировать, о чем говорить. Если я говорю о проблеме, то, как правило, тем самым я ее только подкрепляю. Поэтому здесь будьте, как я сказал, бодительными, осторожны. Да, очень такой момент согласен. Чебетительный. Ну что, идем дальше? Идем дальше? Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, либо какой-то кейс, мы тут имеем возможность на самом деле кого-то пригласить, что-то может разобрать, либо посоветуем, тоже есть такая возможность. Мы с вами, мы хотим сделать вам максимальное количество пользы, причинить. А где вот обратная связь? А, она была в Инстаграме, а тут нужно делать какой-то, наверное, чат, да? Да, тут, наверное, ну я не знаю. А тут, Аня, попробуй попросить, типа, тут есть такая функция поднять руку, по-моему, да? Есть такое? А, ну да, то есть кто хочет, может поднять руку, и мы его присоедним. Ну, опять же, это если кто-то хочет. Вот. Ну ладно, пока мы ждем обратной связи от наших слушателей, давайте я расскажу еще один важный момент, практически, который я хотел сегодня обнести. А вот там руку кто-то поднимает, видишь? Да нет, там все никого. А, ну это она, наверное, показала, что это реально. Да, 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 да. Да, ты хотел, наверное, про печаль, да? Или про вот эти механизмы переживания. Да, механизмы переживания. И недавно статью опубликовали, которую я писал, она у меня везде по соцсетям раскидана. Ну, я еще раз напомню, есть такая идея, что самые страшные чудовища, это те, которые в темной комнате, потому что их не видно. А раз не видно, то там, скорее всего, укроется вот такой ужас, ужас, самый страшный ужас. Это мы уже говорим про работу с переживаниями. Когда у вас есть вот это эмоциональное бурление, часто бывает, да, на первом фоне, на первом плане тревога, но там еще много-много чего есть. И что-то мы хотим признавать, что-то нет. Поэтому очень полезно выбрать время, выбрать место, и для начала опознать и сказать, что да, у меня есть вот эта часть, у меня есть вот это переживание. Или та часть меня, которая делает или создает вот это переживание. И то, что нам кажется приемлемым, и то, что нам кажется даже неприемлемым. Потому что, если мы что-то не признаем, мы тратим силы на то, чтобы это не признавать, мы тратим силы на то, чтобы это отталкивать от себя, как-то держать ее вдалеке, на это тратится очень много психической энергии. Прямо как упражнение, что вы выбрали время, выбрали место, сели спокойно и пишете. Как я в статье писал, что да, у меня, я признаю, что есть та часть, которая очень тревожится за будущее. Есть часть, которая боится и не знает, как дальше жить. Есть часть, которая опасается, что доходы просядут. Есть часть, которая печалится из-за того, что некоторые блага будут утеряны. Есть часть, которая злорадствует, потому что те люди, с которыми я раньше о чем-то говорил, и только теперь они говорят, вот это да, ну надо же, а мы и не думали. А эта часть там прямо злорадствует, говорит, да, я же вам говорил, а вы тупите, не слушали. То есть вот все, что есть, самое важное признать, что это тоже есть, как бы оно может быть неприятным, не казалось. Потому что непризнание усиливает интенсивность этого переживания. Признание способно, по крайней мере, остановить. А как понять, что вот есть что-то, что мы не признаем? Это очень бурная реакция на действия, на высказывания других людей. То есть как только нам кажется, что вот они, да, вот сволочь, да это же не так. Нет, вот как они могут себе это позволить, да почему же так, да это... То есть как только у вас есть бурная реакция, негодование, отвращение, злость. Это маркер того, что, скорее всего, у вас есть что-то подобное, что вы в других людях нашли, но у себя не хотите признавать. Потому что это, ну как так, у меня же этого нет, я не могу таким или такой быть. Скорее всего, есть. То есть поищите, когда вы признаете, вы тем самым это переживание хотя бы не раздуваете дальше. Это тоже очень важный шаг, признаться, что у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, может быть, несколько десятков чего-то. Это уже способно затормозить раскручивание всей этой ситуации. Да, и ты вот говорил про части, вот, и если плавно так переходить к практике, да, если уже можно, да, если ты все сказал, то как раз вот попробуйте сейчас представить, ну, не в смысле представить, а вот определите то, что вас сейчас беспокоит максимально остро, да, и вот попробуйте сами, если у кого-то не получится, мы вам, в принципе, можем помочь, если вы подключитесь. Если нет, то, как бы, в режиме медитации мы это сможем с вами проработать. Это про то, что будет чуть позже, но сейчас мне бы хотелось сказать, вот, мы уже поговорили на тему того, что когда у нас возникает какое-то острое состояние, да, вот у меня тут в Инстаграме тоже вопрос, а что сделать прямо сейчас, какого-то у меня острого состояния, там, какой-нибудь страх, паника, ну, там, оно же как психика работает, да, ты можешь прожить день, прийти вечером, переключиться, ни о чем не думать, вот тебе это начнет колбасить, да, а колбасить как раз начинает из-за того, что есть что-то там подавленное, непроработанное, вытесненное, нерешенное, да, и поэтому человек понимает, что вроде как все нормально, да, ну, сидишь дома, да, на стуле или на диване, но что-то состояние плохое, да, и вот, и этот человек даже не может связать это, а почему это, да, то есть он начинает думать, что с ним что-то не так, и возникает какое-то чувство, которое захватывает полностью, да, и вот как раз как работать с такими чувствами, я и хотел рассказать. Самая такая классная вещь, которая доступна всем и без которого мы жить не можем, это дыхание. С помощью нашего дыхания, с помощью нашего вот этого механизма обеспечения себя жизненно необходимым, то есть это самый главный механизм, да, потому что без кислорода мы будем жить всего там несколько минут, вот, от степени тренированности, и все, что с нами остается без всяких там, ну, всего-всего там препаратов, там, не знаю, медитации и еще чего-то, это дыхание, да, и поэтому мы с вами в начале практики я вам дам дыхание, которое позволяет полностью свой организм насытить кислородом, стабилизировать нервную систему, и мы с помощью этого дыхания получим в ней, скажем так, доступ и проработаем один из ваших страхов, один из ваших каких-то негативных переживаний, да, то есть у нас такая среда, что вы, в принципе, можете, да, если вы страдали в последнее время какими-то переживаниями, полностью сейчас в них погрузиться, потому что процесс будет от и до, мы полностью поднимем те слои, которые вы избегали, и мы сможем, скорее всего, полностью от них освободиться, ну, от чего-то одного, скажем так. Сереж, кто-то позже добавить по поводу дыхания, по поводу того, как вообще, как этот процесс преподнести, да? Ну, в таком случае я попрошу вас вернуться к этому вопросу, который я задал, вопрос звучал таким образом, что в последнее время вас больше всего беспокоило, о чем вы тревожились, либо от чего-то боялись, может быть, по поводу чего-то чувствовали, какой-то дискомфорт в теле, и просто мысленно обратите на него внимание, обратитесь внутрь своего тела, и ваше тело само подскажет вам, с чем поработать на этой медитации, которая у нас сейчас будет. Если есть возможность, примите горизонтальное положение, либо более расслабленное положение, приляжьте или присядьте, можете закрыть глаза. Все, что будет происходить, это всего лишь наблюдение за своим дыханием и за своими чувствами, за своими эмоциями. И сейчас я попрошу вас сделать 30 глубоких вдохов и выдохов. Сделай приятный, полный глубокий вдох с усилием. Как будто пропускаешь воздух от живота через грудь, голове, и свободный, неполный выдох без усилия. То есть просто делаем вдох с усилием, и на выдохе просто отпускаем без усилия. И сейчас вместе мы сделаем 30 циклов такого дыхания, где будет вдох с усилием, полный, и выдох свободный, без усилия. Просто расслабляем свою грудную клетку. Глаза можно закрыть. И давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вдох с усилием. Одиннадцать. Одиннадцать. Двенадцать. В своем темпе. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Можете наблюдаться какие-то покалывания, подергивания. Это вполне нормально. Вы можете почувствовать, что голова кружится. Тоже нормально. Семнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Девятнадцать. Двадцать. Осталось совсем немного. Двадцать один. Вдох с усилием. Полной груди. Двадцать два. 23 24 25 26 27 28 29 30 И сейчас на выдохе задерживайте дыхание настолько, насколько физически возможно, до тех пор, пока просто не сможете не дышать. Это может быть минута или две. И вот прошла минута. Вы можете подумать, что вы больше не можете не дышать, но на самом деле это ваш мозг думает, что это так. Но вы насытили свой организм кислородом настолько, что вы можете легко не дышать еще несколько минут. Ну, если чувствуете, что физически вам тяжело не дышать, попробуйте подождать еще 15 секунд. Просто посмотрите, как каждая клеточка вашего тела насыщается кислородом. И кто уже выдохнул, сделайте еще вдох и на вдохе сделайте задержку на 15 секунд. И после этого продолжайте дышать в собственном темпе. Можете обратить внимание, как поменялось ваше состояние, как каждая клеточка вашего тела насыщается кислородом. Кислород поступает во все органы. И теперь обратите ваше внимание на те чувства, которые возникают у вас в теле, когда вы начинаете думать по поводу того, о чем я спрашивал ранее. По поводу того, что вас беспокоит больше всего, чего вы боитесь. Или это может быть просто какое-то дискомфортное чувство в теле, которое мешает, которое вам не нравится. Зажим, покалывание или что-то еще. Просто вспомните это. Позвольте в вашем теле возникнуть этому чувству, этим мыслям, этому дискомфорту по этому поводу. И теперь не сопротивляйтесь. Ведь вы уже много раз сопротивлялись этим чувствам, этим мыслям. И это не помогло. Это ничего не поменяло. Теперь представьте, что это чувство часть вас, которое хочет что-то до вас донести. Оно хочет предотвратить какую-то опасность. О чем-то предупредить. И перестаньте сопротивляться этому чувству. И целиком и полностью сдайтесь этому чувству. Скажите, я тебе сдаюсь. Просто представьте, что вы ему сдаетесь целиком и полностью. Погрузитесь в это чувство, в это переживание, в эту эмоцию. Или как вы это называете. Или в мысли о чем-то. Посмотрите, где-то в теле. И полностью погрузитесь в это. И сейчас, еще раз, усилите это чувство. И представьте, что вы выходите из своего тела. И смотрите со стороны на себя. И обратите внимание, какую реакцию организма эта мысль, чувство или ощущение вызывает. Вам хочется бояться, вам хочется обижаться, вам хочется винить, вам хочется убежать. Как реагировать? Что вам хочется сделать? И скорее всего, это будет реакция ребенка. То есть это какая-то очень примитивная реакция. Более ранняя. И увидите в этом дискомфорте этого ребенка. Обратите внимание на то, сколько лет этому ребенку. Как вам возраст. Так, как вам кажется. Может кто-то увидит эту ситуацию, когда все зародилось, например. Когда в детстве он чего-то боялся. Или как у вас. И просто там и тогда посмотрите на этого ребенка. И посмотрите, таких внутренних ресурсов не хватает этому малышу. Этому более раннему в себе. Чтобы эту ситуацию воспринять более позитивно. Может быть любви, может быть заботы, внимания. Понимания ценностей, целостности, безопасности, важности. Или какая еще потребность там была не закрыта. Если вы ничего не видите, это не страшно. Просто почувствуете. Сейчас обнимите этого маленького ребенка. И дайте ему то, чего ему не хватало там. Можете это ему мысленно передать в виде света, цвета. Что-то объяснить. Что-то подарить. Или как там у вас. И делайте это до тех пор, пока ребенок не успокоится там. Я просто дам время для выполнения этого упражнения. Делайте это. И если сложно как-то дать ему, значит остались еще какие-то чувства, какие-то эмоции. Входите в эти чувства, эмоции. И начните их выражать тогда. Если вам хотелось бежать, то представьте, что вы физически бежите. Если вам хотелось нападать, представьте, что вы физически нападаете на кого-то. Если замереть, то замираете. Если спрятаться, то спрячьтесь. Если притвориться мертвым, то притворяйтесь. Или как у вас. Просто выражайте эту энергию, накопленную в этом чувстве, там и тогда, когда вы были ребенком, в этом возрасте, когда возникла та ситуация. Просто выражайте. Перестаньте сопротивляться этому чувству. Возможно, вы проживаете его в последний раз. Позвольте себе полностью погрузиться в него. И выразить всю энергию, которая хранится в этом чувстве. Наблюдайте, как вибрация, пульсация этого чувства отличается от вибрации, пульсации всего остального тела. И вместе с этой вибрацией, пульсацией, начинайте там вибрировать, пульсировать. Выражайте все, что не выражено. Можете что-то кричать про себя. Что-то бить. Издавать какие-то звуки. Делайте все, что на физическом плане поможет вам полностью выразить эту эмоцию. Возможно, вы почувствуете, что она стала меньше. Или, может быть, кто-то увидит, что это чувство полностью трансформировалось. На его месте стала пустота. А, может быть, у кого-то она только усилилась. Если она усилилась, дайте себе время на выражение этого чувства, этой эмоции, этого состояния. Если она стала меньше, то обратите внимание, насколько, если раньше это было 100%, насколько теперь интенсивность этого чувства у вас сохраняется. Отметьте эту цифру. Если оно полностью ушло, то это тоже хорошо. Посмотрите, чего вам там не хватало. Еще раз. Обнимите этого маленького себя. Дайте ему эту энергию в виде света, цвета. Ведь он, это маленький вы, а вы, это большой он. Я дам вам на это время. Просто побудьте. И обратите внимание на то, как изменился этот ребенок. Стал ли он счастливее и более расслабленный. Стал ли он чувствовать безопасность, комфорт. И теперь снова станьте собой. Вы смотрели на все это со стороны. Теперь воспринимаю все это по-новому. Какой вывод вы бы там сейчас могли сделать в той ситуации? Какое решение принять, чтобы оно было максимально выгодно для вас? И чтобы в подобных ситуациях вы повели бы себя совсем иначе. Сделайте там этот вывод. Если у кого-то там был какой-то страх, он боялся, что у него кто-то со здоровьем, то решите, что вы здоровы, с вами все в порядке. Если кто-то увидел что-то еще о том, что его не любят, то сделайте вывод, что его любят и так далее. Сделайте тот вывод, который будет вам более выгодный. Ведь вы сейчас в этой ситуации находитесь с тем багажом опыта, который у вас есть сейчас. И снова становитесь этим ребенком, этим маленьким собой. Воспринимая все это по-новому, с новым убеждением. Проходите в эту опять ситуацию. И посмотрите, как вы сейчас там реагируете. Есть ли это чувство или нет. И вместе с этим новым выводом, вместе с этим новым убеждением, начните расти по жизни. Вверх. Могут всплывать какие-то ситуации, сквозь которые вы проходили. Ну вы теперь проходите по-новому. И медленно начинаете прорастать, разрастаться до размера взрослого себя. До марта 2022 года. И в своем режиме прорастаете до взрослого возраста. Когда почувствуете, что уже проросли. Можете обвернуться. Порвать глаза. Делать глубокий вдох. И сейчас в канале я публикую ссылку на чат. Там вы можете написать обратную связь. У кого как прошла работа. С чат работа. И осталось ли что-то еще или все ушло. Спасибо. 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 Ну пока ждем обратной связи. Можно немножко обсудить. Что мы делали. Мы занимались дыханием. Мы гармонизировали свое внутреннее состояние. С помощью этой практики можно выйти из-под удара любого стресса. Просто 30 глубоких вдохов, выдохов. И после этого задержка дыхания на выдохе на максимальное количество времени. И после этого еще раз выдох. И на выдохе задержка еще 15-30 секунд. И с помощью этой практики можно из любого состояния. Сколько это времени занимает? У кого-то 5 минут, у кого-то 20 минут. И можно сделать там 4 где-то таких сессий. В сессии, да? Ну это если прям вообще уж сильно кровать, да? Сереж, это здесь? Да. Слышно меня, да? Да, я тебя отлично слышу, да. Да, ну я делал эту практику прям вместе со всеми, наверное. Да. Ну отвибрировал прям хорошо сейчас. Хотя не было каких-то особых таких сильных переживаний. Ну там какие-то были, дискомфорты. Я же микрофон выключил тут. Вибрировал, пел, пел, пел. И прямо оно ушло, ушло по капелькам все. Классная практика, спасибо. Ну да, я вот практику не делал, потому что я ее вел, но я там подышать смог, да, чуть-чуть этого. Мне уже нужно было дышать и считать, да. Поэтому у меня не настолько был глубокий вдох, но тем не менее я тоже почувствовал, когда как состояние поменялось, да, то есть как бы обновилась, скажем так, энергия. Немножко другое состояние. То есть действительно это работает. Дыхание, ну всегда так. И в любых панических, да, в ситуациях есть же специальный протокол дыхания. Ну как бы их на самом деле много, да. Ну вот я поделился тем, что я использую. То есть она позволяет запустить глубокую именно трансовую работу, позволяет прийти в себя, позволяет, ну, это уже такое, скажем так, восстановить даже работу каких-то органов. Ну вот, такое я тоже слышал. Ну как бы утверждать не буду, но тем не менее состояние, оно очевидно меняет. Вот. А уж по поводу того, у кого что было, было бы, да, конечно, интересно обратную связь, послушать у людей. А вот, ну, тем не менее, в принципе, то, о чем мы заявляли, мы выполнили, да. Ну тут уже пишут, большое спасибо за эфир. А и медитацию, круто. Так, ну вот, какие еще были вопросы, на что мы не ответили. Это ответили. Ты сейчас что-нибудь скажи, я пока проверю еще раз вопросик, может что-нибудь еще ответить. Ну да, отвечая на вопрос, как убрать острое состояние здесь и сейчас, вот включать эту запись и вместе с нами дышать, если невозможно послушать запись, уйти там в туалет на работе и подышать самому, как минимум. Вот. Ну и, естественно, если есть какие-то вопросы, проблемы, можно записаться на консультацию, там, ко мне, к Сергею, не знаю, либо посмотреть еще раз эфир в записи. Собой надо заниматься на всех уровнях. Да, если подвести кратко-кратко итоги, то сохранить обычную рутину, которая поддерживает нас и не позволяет стрессу увеличиваться, опознать, обозначить все то, что есть, а из того, что есть, из того, что доставляет наибольшее дискомфортное беспокойство, проработать по схеме, которая есть. И я так думаю, что на записи будет, так что можно будет пользоваться. И так же вот у нас есть запись предыдущих подкастов, там где-то, кто хочет послушать, но я думаю, сейчас, наверное, не то время, да, просто слушать, ну, хотя я не знаю, у кого как, поэтому пользуйтесь записью, записывайтесь на консультации, ну, я не знаю, что еще добавить. Буду рад обратной связи, отвечать на вопросы. Если будут какие-то крутые еще темы, обязательно проведем эфиры какие-то, поддерживающие, да, еще какую-то практику. Разные есть схемы. Возможно, было бы интересно кого-то разобрать и с кем-то поработать именно через видеосвязь. У нас сегодня таких желающих не было, но, в принципе, я люблю интерактив, я люблю разборы делать. Мне интересно копаться в этом всем и видеть обратную связь своей работы, да, потому что действительно те знания и навыки, которыми мы обладаем, действительно помогают работать, да, что пришел человек с проблемой, с каким-то страхом, состоянием, да, мы с ним поработали, несколько встреч, и человек забыл о том, что у него вообще была такая ситуация. Поэтому о психологическом здоровье тоже нужно заботиться. Ну что ж, я предлагаю на этом потихоньку завершать наш ответ. Если будут какие-то идеи, вопросы, предложения, пишите нам. Мы всегда на это реагируем. Я думаю, что мы еще будем вести эфиры на разные темы, ну, в том числе такие, которые являются мерой скорой помощи, поддержкой в наших непростых обстоятельствах. Всех благодарю. Буду рад обратной связи. Сергей, благодарю тебя. Что, да, запись? Останавливаю. Сейчас 05. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok